Эфир телеканала Беларусь4 продолжает Де Факто. В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. За проводкой надо смотреть, а электроприборы использовать по назначению. Нарушение правил эксплуатации едва не привело к гибели мужчину из деревни Грабовка Гомельского района. Пожар в его доме случился накануне вечером. К моменту приезда спасателей хозяин находился на улице, но через несколько минут он почувствовал себя плохо. Потребовалась помощь медиков. Пострадавшего госпитализировали, а спасатели потушили горящую кровлю дома. Не так страшен лось в лесу, как на дороге. На белорусско-российской границе легковушка сбила Сахатова. Животное перебегало трассу и попало под колеса автомобиля Toyota Camry, в котором находились мужчина и женщина. Те чудом не пострадали, но лось погиб на месте. Столкновение с этим животным чаще всего оборачивается трагедией для автомобилистов. Поэтому ГАИ рекомендует снижать скорость там, где установлены предупреждающие знаки. И в завершении выпуска кража солярки. Практически каждую неделю кладовщики и аграрии попадаются на хищении дизельного топлива. Дежурство на дорогах ведет ГАИ. На этот раз удача улыбнулась патрульным в Реченском районе. Водитель автомобиля Volkswagen Venta перевозил в багажнике почти 400 литров солярки. Документов на груз у него не нашлось. Идет разбирательство. Таков обзор происшествий за сегодня. Оставайтесь на Беларусь 4.